Всем хочется веселого и запоминающегося праздника, чтобы стол был богат, а елка яркой и нарядной. Но какие нынче дорогие украшения? Мы предлагаем вам альтернативный вариант украшения новогодней красавицы. Для этого нам понадобится совсем немного вещи, которые должны быть в доме у каждой хозяйки. Белая бумага, ножницы, ткань, синтепон, цветные нитки, картон и цилиндр, крючок, карандаш, иголка с ниткой и вилка. Приступим к воплощению в жизнь наших творческих задумок. Сейчас мы с вами сделаем вот таких вот миленьких снеговичков. Берем белый фетр для основания и цветной для шапочки и шарфика. Приступаем к делу. У нас есть такая милая заготовка. Теперь ей надо сделать глазки и носик, чтобы стал похож на снеговичка. Вот такой вот миленький, голенький у нас получился снеговичок. Чтобы его одеть, нам можно из такого же цветного фетра сшить ему шапочку и шарфик, или из цветных ниточек связать шапочку, украсить которую можно таким вот балабончиком. Сейчас мы научимся их делать и на отдельном тоже можно украсить елку. Чем ярче украшение, тем наряднее выглядит елка. Делаем следующую игрушку. Сейчас Александра нам будет помогать делать елочные украшения. Начнем с балабончика. Для этого нам нужна вилка и нитки. Сейчас мы сделаем вот такую новогоднюю шапочку. Для этого нам нужен картонный цилиндр и нитки. Можем сделать ее однотонную или вот как мы сейчас разноцветные. Сейчас мы сделаем очень простую симпатичную гриблянду на елочку. Для этого нам нужен лист бумаги, который мы сворачиваем пополам. Сворачиваем, разрезаем и получается праздничная красота. Идеи для украшения новогодней елки нам еще подскажут работники и воспитанники Белгороднестровского центра детского творчества. Разнообразить наряд новогодней красавицы можно милыми самодельными колокольчиками. Ведь колокольчик это символ, разгоняющий злые силы и приносящий удачу. Лучшие надежды, благополучие и все самое лучшее он должен принести в дом. Поэтому и на Новый год вешают эти различные колокольчики. Для того, чтобы сделать вот такой вот небольшой колокольчик, стилизованный своими руками, нужно взять ткань, ленточку, кусочек дождика, синтепон. И для украшения можно бисер, пайетки взять. Мы украшали тканью, вот такой вот колокольчик. Он шьется и наполняется синтепоном. Неизменным атрибутом новогодних украшений являются снежинки. В природе они шестигранные. А елочку можно украсить вязаными снежинками. Выбираем подходящую схему и к делу. Излюбленными же новогодними поделками детей и взрослых являются снежинки из бумаги. Их существует великое множество. Как вырезать красивые снежинки нам показали детки и Нина Викторовна Эксаревская, руководитель кружка природа и творчества. Разнообразные креативные игрушки и украшения готовы. Теперь мы можем украшать нашу невероятно красивую елочку. Субтитры создавал DimaTorzok